Так сегодня выглядят улицы населенного пункта Макиевка в Луганской области. В селе остается проживать всего лишь 8 человек и каждую неделю полицейские, рискуя своей жизнью, привозят им гуманитарную помощь. Сейчас мы находимся на Луганщине, это село Макиевка в Луганской области. Мы сюда приезжаем раз на неделю, привезли гуманитарный набор строительный сегодня, привезли хлеб, развернули Старлінг, дали змогу мешканцям зателефонувати раз на неделю родичам, близким, поведомити про ситуацию. На теперешний час ситуация тут сложная, обстрелы, я бы даже не сказал, что добово, что часово. Люди находятся в небезопасности, много руйнований, много у нас работы. Будем проводить огляды места подействия, фиксировать все эти злочины, которые идут сбоку Российской Федерации. От Макиевки до линии фронта менее 700 метров. За этот населенный пункт регулярно идут бои. Злость за свои неудачные попытки атак армии РФ по-прежнему вымещает на безоружных людях. Недавно? Да, ну, как люди повыезжали, потому что хаты разбивали. Алексей остается здесь из-за матери и огромного хозяйства. У них на попечении несколько десятков коров, кост и кур. Но из-за обострения ситуации на фронте даже он уже подумывает, куда вывезти мать. А сам хочет пойти защищать родной дом в составе вооруженных сил Украины. Два дня и по парам. Мамка у нас набирает, кого он понесет. Кажется. 15 метров. Бабах повезло, что овек в сетку пошло в землю. Убило. Погреб ховаемся, только в погребах нет соседей. Бежим. 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 Куда она динется? У нее до пенсии еще далеко. Бомжами ты бомжовать. А работу куди? Немолода бежит. Елена, мать Алексея, говорит, последний обстрел ударил по ее здоровью. Теперь она каждый день пьет успокоительные. Обстрелы стали жестче и прямо бьют по селу, что сказать. Два дня назад такие обстрелы были, что бегали куди хотели, кто куди и что. Ну, оставаться уже тяжело тут. Ну, ребята наши отбивают, что я вам скажу. Как они не нападают, наши отбивают. Мы им благодарны. Тоже сегодня вот целую ночь так билися, что это ужас. Все равно отбили, вот это вот приехали, бачите, тихенько. Это благодаря нашим воинам. Мы им дуже вдячны. Елена родилась в Макиевке и провела здесь всю жизнь, поэтому очень переживает за будущее родного села и надеется, что оно останется под контролем украинских сил. Верите победу вооруженных сил Украины? Конечно, мы бы тут не сидели, Настя. Если бы мы не верили, мы бы тут не сидели. Понимаешь, это наша земля. Вот наша. Я тут родилась, а он на кладбище, мои родители, прадед, права, мужика, тут все наше, Бербенцевская, Зайцева по мужу. А это наш род, это худоба моя, это члены нашей семьи. Но, несмотря на то, что Елене больно думать о том, что ее покинуть дом, запасной вариант также имеется. Снова оккупантов тут никто видеть не хочет. В 2022 году Макиевка чуть более полугода находилась в оккупации. Местные жители очень хорошо прочувствовали, что такое русский мир. Я, если уже совсем припечу, конечно, будем где-то по кущам уходить. Конечно, я в плен не хочу попасться, потому что мне там немило будет. Это я прекрасно все понимаю. Ну, надеемся на победу. Каждый раз полицейские предлагают оставшимся жителям эвакуироваться и готовы их вывезти. В этот раз никто из них не согласился. Но все-таки население Макиевки становится все меньше. Люди покидают свои дома. Например, прошлым летом здесь проживало 35 человек, сегодня 8. И уже половина из оставшихся начинает задумываться об эвакуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова